Свобода у каждого своя. В русском корне слова «свобода» скрывается та же основа, что и в церковнославянском «свобство» – принадлежность своим, общность, личность. Есть и более древняя проэндоевропейская основа «суэ» – свой, себя, или вот «self» и «selbst». Еще одно слово с тем же корнем в английском «sibling», то есть родной брат или сестра, и в немецком «zippe» – род, родня. Понятие о свободе изначально связывалось с принадлежностью к своему коллективу, роду, племени, народности. А чужаки, как правило, были рабами, то есть несвободными. В английском языке свободы две. Первая пришла из латыни через Францию – «liberty». В латыни «liberalis» – это благородный, щедрый, а если дословно, то свободный человек, который распоряжается собой и своим имуществом, как пожелает. Есть версия, что слово это пошло от сочетания проэндоевропейского «leudero», что означало, скорее всего, принадлежащий людям роду. И первая основа «leud» здесь подозрительно напоминает людей в русском или, что то же самое, «leute» в немецком. И напоминает не зря эти слова произошли от «leud». А это значит, что «liberty», как и «swобода», означает всего лишь принадлежность к своим нужным людям, в рамках общества которых ты волен хотя бы в какой-то мере распоряжаться своей судьбой. Кстати, раз уж я сказал «волен», слово это есть и в немецком и означает «хотеть, желать». И в этом же языке когда-то у него был общий предок со словом «wahl» – «выбор». То есть воля – это прежде всего желание – «willen», «will» и возможность сделать выбор. То есть свобода прежде всего личная, а не родовая. Вторая свобода в английском это «freedom» и родственная ей и, можно сказать, почти единственная в немецком «freiheit». И здесь мы вдруг видим, что свободы не бывает без любви. Любви. Да-да, как это не покажется странным. Потому что «frei» или «free» – это результат сдвига согласного звука в корне «при». А этот проиндоевропейский корень и представлял из себя глагол «любить». Так, например, в санскрите, а теперь и в хинди, а это тоже языки индоевропейской семьи. «Прия» означает «любимая», и это популярное в Индии женское имя. Ну, а в русском языке, вы можете догадаться, этого же корня слова «приятель». Почему же из любви выросла свобода? Да все по той же причине. Если ты свой, своего рода, то ты любим, и потому тебе многое позволяется. Ты свободен, в отличие от раба, который чужой и всеми презираем. Более того, от той же основы «при», «free» пошло и немецкое слово «frieden», а это уже, подумать только, «мир». То есть не война, а любовь и свобода, а лучше воля. С вами был канал «Постметро» и его автор Евгений Матусов. Желаю и вам воли, чтобы вас не вытолкнули в вораву или, как это помягче сказать, в которой вы можете лишиться не только свободы, но и жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие выпуски ежемесячной рубрики «Образ слова». Ставьте лайки и до встречи в эфире!